Мотивация и спал накал? Тогда смотри Эва на канал. Привет, ребята, с вами Эван, и я верю в вас. Я создал этот канал для того, чтобы вы могли преодолеть главный страх в своей жизни, а именно отсутствие веры в себя и свои силы. Вы смотрите эти видео, потому что в глубине души верите, что вы способны на многое. Ищите свое призвание, ставьте цели и настраивайтесь на успех с Дандапанией и моей подборкой «Его десяти правил успеха. Часть третья». Приятного просмотра. Итак, начнем с правила номер один «Не распыляй энергию и копай глубоко». Я часто говорю о концентрации внимания. Пока я жил в Нью-Йорке и занимался своим бизнесом, я научился одной важной вещи. Шанс на самом деле очень сильно отвлекает ваше внимание. Согласен. Если счастливый шанс не связан с вашей целью, он вас только собьет с вашего пути. Когда я ушел из монастыря, основал свой бизнес и постепенно ко мне начал приходить успех, у меня возникло очень много возможностей. Люди хотели быть моими партнерами и создавать какие-то коллаборации. Мне было интересно принять участие в разных проектах, и я думал, что могу все успеть. Помню, как однажды в Торонто я принимал участие в мотивационных лекциях. Там был один человек, он говорил об экологии Дании. После его речи мы ушли за кулисы, и я задал ему несколько вопросов. У него был прибыльный бизнес, и он стал миллиардером практически из ничего. Я сказал ему, если бы вы могли дать один совет бывшему монаху относительно ведения бизнеса. Что бы вы сказали? Он ответил «Не распыляй энергию и копай глубоко». Мне это понравилось, и этот совет стал моей мантрой. Не распыляй энергию и копай глубоко. Если возможности не связаны с твоим делом, не отвлекайся на них. Правило номер два – трать время на самого себя. Если бы я хотел получше узнать вас или кого-нибудь другого, я должен был бы проводить время с вами. Если бы мы жили, скажем, в Гамбурге и каждую неделю ходили бы куда-нибудь на обед или ужин, или два часа проводили за беседой, то через год мы бы уже хорошо узнали друг друга. Потому что вы общаетесь со мной два часа в неделю и узнаете, что мне нравится, что нет, что меня радует, веселит или печалит. Большинство людей вообще не проводят время сами с собой. Так как же они могут узнать, чего они сами хотят от жизни? Как можно узнать кого-то? Только проводить с ним время и беседовать. Если вы спросите человека, сколько времени он уделяет на самого себя, вам скорее всего ответит, что вообще нисколько. Кто-то скажет «Я гуляю с собакой и так трачу на себя время». А я отвечу «Нет, это не то, это просто ваша прогулка с собакой». Скорее всего в одной руке у него поводок, а в другой – мобильник. Конечно. А если вы живете в Нью-Йорке, вам нужно еще и от машин уворачиваться, чтоб вас не переехали. Если кто-то скажет, что ходит в фитнес-центр и так проводит время наедине с собой – тоже не то. Тренировка – это совсем другое. Время, проведенное наедине с собой, подразумевает спокойствие, тишину, никаких наушников, никакой музыки, ничего. Вы должны закрыть глаза, сесть, скрестив ноги на полу – это лучше всего. Но можно и сидеть на стуле. Вы должны углубиться в самого себя, как бы медитируя и задавая себе вопросы. Люди говорят – у меня нет на это времени. Но это просто. Пять минут каждое утро потратить на диалог с самим собой, как люди тратят время на разговоры друг с другом. Но они все равно не находят для себя времени. Зато когда позвонит их друг и пригласит их куда-нибудь на обед, они сразу же согласятся. Они приведут два часа с другом за обедом. На себя они при этом времени не находят. А вы знаете, сколько отрезков по пять минут в двух часах. 24 таких отрезка. Так что вполне можно 24 дня уделять по пять минут на внутренний диалог с самим собой. Не ходите на обед. Помните, что нужно находить время не только на других, но и на самих себя. Правило номер три – найди свою цель. Большинство людей несчастливы именно потому, что у них нет цели в жизни. Когда люди обращаются ко мне за советом, я часто понимаю, что у них нет никакой ясности относительно их целей. Они не знают, чем хотят заниматься в жизни. Однажды, путешествуя по разным странам, я познакомился с группой предпринимателей, и они пригласили меня на ужин. Их было четверо. Мы ужинали, беседовали за бокалом вина, и я задал им вопрос – в чем заключается их цель в жизни? Никто не смог ответить. – Ни один человек? – Ни один. Никто не сказал, в чем заключается его цель в жизни. – Есть ли какой-то способ найти эту цель? Я понимаю, вопрос сложный. – Да уж, ответ сложно будет запихнуть в одно видео. Что ж, один из аспектов этой темы… Другой вопрос, который я тоже задаю, а именно – а нужна ли вам цель в жизни, в принципе. Каждый день у нас возникает какая-то цель. Принять ванну. Уже цель, верно? Да, действительно. Хорошая цель – принять ванну, почему бы и нет. Пойти на кухню. Тоже цель, потому что вы идете туда, чтобы что-то съесть или выпить, или приготовить. Дни нашей жизни заполнены нашими действиями. У каждого из них есть цель. Иметь цель в жизни очень важно. Ведь так вы концентрируете энергию на каком-то деле. Вы настраиваетесь на что-то одно и не распыляетесь по мелочам. Когда вы знаете, чего хотите, вы знаете, чего не хотите. Согласен. И тогда это великое благо. Тогда вам легко отказаться от того, что вам не нужно. Девушкам легко отказать, парням, с которым они не хотят идти на свидание. И то же самое, когда люди выбирают себе партнеры. Жить становится гораздо легче, если вы знаете, чего хотите. Люди говорят «да» слишком большому количеству вещей и людей, потому что они не знают, чего хотят на самом деле. Очень важно найти свою цель в жизни. Чтобы разобраться в себе, нужно хотя бы 5 минут в день проводить с самим собой в уединении. С этого можно начать процесс поиска себя. Найдите тихое место у себя дома и посидите там в тишине. Никаких мобильных, книг, планшетов и тому подобного. И поразмышляйте. Чего вы хотите от жизни? Правило номер 4 – стремись к достатку. Вы задали мне вопрос, можно ли развивать бизнес и одновременно добиться духовности. Из четырех больших целей, о которых я говорил, второй является достаток. Люди часто мне говорят, мол, если человек выбрал духовный путь, он не должен стремиться к богатству, ведь деньги и духовность – совершенно разные понятия. Но на самом деле я другого мнения на этот счет. Духовность не опровергает богатство и не отрицает его. Четыре важнейшие цели в жизни – это любовь, богатство, дхарма и просветление. И в этом заключается большой смысл, ведь если человек обеспечен, он может должным образом позаботиться о своей семье. Забота о семье крайне важна. Это, кроме всего прочего, часть дхармы. Это долг любого человека. Кроме того, вы можете обеспечить себя и других и оказать влияние на жизнь других. А сделать это вы можете только если у вас есть нужные ресурсы. Без денег вы не можете толком изменить жизнь других в лучшую сторону. Без денег невозможно не изменить экологическую обстановку, не улучшить образование и не накормить голодных. Без денег ты ничего не можешь. Поэтому накопление средств – это важная цель. Очень часто люди смотрят на меня, как я выгляжу, во что я одет, что говорю, какие семинары провожу, какие лекции читаю. И не понимают, как моей целью может быть бизнес и достаток. Они почему-то считают, что деньги – это что-то плохое. Сами деньги неплохи. Все зависит от того, что вы с ними делаете. Ставить своей целью стать богаче совсем неплохо. Любой человек может поставить своей целью заработать денег и вместе с тем жить духовной жизнью. А вот как люди воспользуются своим богатством – это другой вопрос. Без денег не может быть. Правило номер пять – цени жизнь. Каждый человек должен ценить свою жизнь. Я не говорю, что после смерти наступает пустота. Но жизнь человека на этой планете имеет начало и конец. И когда вы поймете, что жизнь конечна, вы будете принимать важные решения. Вы будете думать, что если жизнь одна, второго шанса уже не будет. И вы поймете, как вы хотите прожить эту жизнь. Правило номер шесть – развивай свою концентрацию и волю. Мысленно возьмите яркий источник света, как бы шар, и поместите в то место в вашем сознании, к которому вы хотите обратиться. И если что-то или кто-то вас отвлекает и переносит этот источник света в ту область вашего сознания, которая вас сейчас не интересует, вы должны усилием воли вернуть этот светящийся шар туда, куда вам нужно. Туда, на чем вы сейчас концентрируете внимание. Так что две важнейшие вещи, которым нужно научиться – это развитие силы концентрации и развитие силы воли. Как развить у себя концентрацию? Вначале давайте дадим определение этому слову. Я говорю так. Концентрация – это способность сохранять осознанность на чем-то в течение долгого времени. Если вы можете удержать источник света на том, что для вас важно в течение периода времени, значит вы сконцентрированы. Но если вы позволяете осознанности перескакивать с одного предмета на другой без вашего контроля, значит концентрация у вас плохая. Правило номер семь – визуализируй. Что такое визуализация? Давайте дадим определение. Визуализация – это сознательная тренировка силы мысли в создании образов, которые вы видите внутренним взором. Они помогают создавать и моделировать ваше будущее. Так вы тренируете силу мысли, чтобы вы могли легко создавать в своей голове образы, которые помогут вам создать будущее, которое вы хотите. Нужно понять, что все всегда берет начало в ваших мыслях до того, как материализируется в вашей жизни. Вначале мы о чем-то думаем, а потом начинаем создавать это физически, реализовывать это. Правило номер восемь – верь в себя. Поверь в себя. Поверь в свою способность создавать. Как преодолеть страх перед будущим? Понять, что в вашей области создавать и получать все то, к чему вы стремитесь. Это правда. Что бы вы могли создать и получить в своей жизни то, к чему стремитесь, вы должны понять, как работает ваше сознание. Как только вы это поймете, вы сможете контролировать свое сознание, а значит и направлять. А с помощью силы концентрации вы сможете сфокусироваться на том, что вам нужно. Таким образом вы сможете направлять на это поток энергии. И так вы сможете приблизить желаемое и получить это. Так что как только вы поверите в свои силы, к вам придет уверенность. Правило номер 9 – найди свою дорогу в жизни. Однажды я пришел в дом своего кузена на вечеринку в честь дня рождения. Мы очень ждали нашей встречи. И родители тоже, конечно же. Мы готовились к этому событию, нарядились и поехали на праздник. Все было прекрасно. Мы много общались, праздновали, веселились и хорошо привели время. А потом я сел в машину и поехал обратно. Помню, как смотрел в окно и думал – вот и все. Все закончилось. Все когда-нибудь заканчивается. Что же есть постоянного в жизни? В детстве я помню, как мы с братьями ждали, как мама поведет нас есть мороженое. Мы ждали этого целый день. Думали об этом. Мысленно выбирали любимый вкус, а потом мы съедали и все заканчивалось. Человек живет и умирает, все заканчивается. Так есть ли что-нибудь, что не меняется в жизни? То, что вы стали монахом, к этому вас привел поиск этой постоянной величины в мире? 2. Именно так и было. Я просто не мог принять тот факт, что жизнь вот так берет и проходит. Что в жизни вы вначале создаете что-то, потом получаете опыт, а потом смотрите, как все это просто проходит. Я искал ответы и понял, что путь монаха в этом отношении является самым эффективным из возможных. Если бы я просто стал инженером после окончания университета, я бы нашел работу, но не нашел ответов на свои вопросы. Поэтому я и пошел в монастырь. И правило номер 10, последнее перед бонусным видео, улучши свою продуктивность. Технологии привнесли в нашу жизнь много нового. Когда я работаю с компаниями, с группами людей, я всегда объясняю им одну вещь. Сейчас во многих компаниях существуют такие открытые пространства, где сотрудники видят, что делают их коллеги. Как аквариум. Все у всех видно. Стен нет. Или стены стеклянные. И в таких условиях люди работают. Так вот, вы пользуетесь скайпом? Или когда-либо им пользовались? Там вы можете определить свой статус как активен, неактивен, нет на месте, не беспокоите, нет в сети. И когда вы видите, что кто-то не в сети, большинство людей не станут звонить этому человеку. Или если его нет на месте, или у него стоит статус не беспокоить. Но на открытом рабочем месте, где каждый видит друг друга, вы не можете поменять свой статус. И не можете пообщаться с кем-то по скайпу. И что в такой ситуации происходит? Кто-то работает за компьютером, пытается решить какую-то проблему, что-то высчитывает, проводит сложную операцию. И тут к нему подходит коллега и говорит «Джон, ты не видел тут бумагу для принтера?» Джон оборачивается и говорит «Да, знаешь, она в шкафу». Но его передвинули в другой угол, посмотри там. Бумага найдена». Джон возвращается к своей задаче по обсчету данных и понимает, что сбился с мысли. Он так концентрировался, чтобы решить сложную задачу, но его отвлекли, и он занялся поиском бумаги для принтера. Он пытается снова вернуться на тот этап, где он был, когда его отвлекли. Но он уже не может этого сделать. А если вы заняты творческим процессом, помню, я работал с одним модным агентством в Лос-Анджелесе, там подобное всегда вызывает много проблем. Дизайнеры там создавали коллекцию осенней одежды. Кто-то входит в комнату, говорит «Привет», они отвечают «Привет», потом возвращается к своим наброскам и понимает, что потеряли вдохновение. За работой ни у кого на лбу не написано «У кого какой рабочий статус». Так что в такой ситуации я обычно советую компаниям придумать какой-то опознавательный знак. На улице вы видите светофор. Красный означает «Стоп», «Желтый, разве нужно ехать быстрее?» Нет, нельзя. Нужно быть готовым остановиться. Зеленый означает «Вперед». Так что и на рабочем столе можно установить какой-то флаг. Не обязательно флаг, что угодно. Главное, чтобы его видели окружающие. Если он красный, это значит не беспокоить. Я в процессе создания чего-то очень важного. Так же и в компаниях. Или в отделах, например, в юридическом или бухгалтерском отделе, где работает человек десять. Например, мы выставляем красный флаг, когда сотрудники заняты чем-то важным. И отдельно обсуждаем условия, когда рабочий процесс можно прервать. Если начнется пожар, да, меня можно прервать и предупредить о том, что нужно бежать. Если нет экстренной ситуации, значит не беспокоить. Оранжевый флаг означает «Я делаю что-то важное, но не крайне важное». Если что-то действительно важное происходит, значит меня можно прервать. Зеленый флаг означает «Да, я работаю, но меня можно побеспокоить. Подойти и поздороваться, я не стану раздражаться». Это удобно. Если вы входите в комнату и видите красный флаг, значит этого человека беспокоить не нужно. Этот подход позволяет увеличить эффективность и продуктивность. Вы заблаговременно информируете других людей о своем статусе на рабочем месте. А сейчас время для моего особого бонусного видео «От Дан Допани» о том, как правильно медитировать, надеюсь вам понравится. Но вначале хочу вам напомнить, что важно не только смотреть вдохновляющее видео, но и вставать со стула и действовать. Итак, поехали? Вопрос номер один – в чем вы должны повысить свою эффективность? Номер два – как вы можете больше поверить в себя? И номер три – как вы сможете больше времени уделить самому себе на этой неделе? А если вы собираетесь немедленно приступить к осуществлению своей цели, ставьте хэштег «Верю» под этим видео. Пообещайте себе непременно приступить к реализации своих планов и осуществлению задуманного. Для правильной медитации очень важна правильная подготовка. Это ключ ко всей медитации. Представьте себе, что вы готовитесь к встрече с дорогим другом у вас дома. Вы сделаете уборку, поставите в вазу цветы, приготовите какую-то вкусную еду, чтобы ваш друг почувствовал, что вы его ждете. Так вы покажете, что любите и цените его. Также и актеры или спортсмены готовятся к выступлению. Они разогреваются или сосредотачиваются. Они настраиваются на игру или же на победу. Так и для медитации крайне важна подготовка. Если вы подготовитесь правильно, медитация у вас пройдет очень эффективно. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы возможно захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал и вы увидите то, что вдохновляет меня в других и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу.